Кавказский хребет 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 Курорт, собственно, тем и хорош, что здесь можно попробовать вневременные лекарственные методики. Пиявками вряд ли кого-то можно удивить, разве что ни с чем не сравнимым зрелищем. Оператор наш предпочел общаться с ними через объектив видеокамеры, но телесный контакт – это совершенно другое. Ну, ощущения, конечно, не самые приятные. Горячий гвоздик в биле. Медицинская пиявка признана мини-фабрикой по производству большого количества различных биологически активных субстанций. Основным действующим компонентом слюны пиявки является герудин. Ну, по нормативам, по нормативам, средняя пиявка от 7 до 10 миллилитров может быть. Но если есть острое воспаление, если есть отел, какие-то застойные явления, то может быть и до 15, и до 20. Истекает примерно такой же объем крови, который высылает пиявку. Но, опять же, все зависит от того, сколько жидкости, сколько проблем существует в том или ином органе. После 40 минут такого обеда пиявка может прожить от года до трех лет, причем ничем больше не питаясь. Но в современной медицине так называемый отработанный материал подвергается утилизации во избежание передачи каких-либо инфекций. Вот этот изгиб, видите, который есть? Вот это головной конец пиявки. Вот эта задняя, которая присоска, она просто лежит спокойно. В том месте, где она изгибается, и есть головной конец. Это вот там вот у нее рот, и там находится сколько-то было? Да, 270. 270. Какая-то хорошо. Она имеет три челюсти и содержит 270 зубов. Каждая челюсть по 90 зубов. Вот как в тебя может 270 зубов поместиться? Пиявки расставляются на теле по принципу точек, как и в иглоукалывании. В зависимости от заболевания их ставят на разные зоны позвоночника, на точки проекции внутренних органов. Среди противопоказаний гирурготерапии в основном аллергические реакции. Но в домашних условиях использовать метод лечения слюной пиявки лучше не надо. Как воздух курортный? Прекрасно. Погода немножко такая вот холодная была. Сейчас вроде уже наладился. Просто там очень красиво. И горы, мне кажется, Лебрус там видно вот с той стороны. Очаровательный город. Вот свежий воздух. Такое ощущение, что весна уже наступила. Давным-давно. ЛЕЧЕБНИКО 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 Чтобы оздоровиться, залезать в песок, врачи не рекомендуют. Есть и без того масса прекрасных средств. Например, барокамера. По внешнему виду уменьшенная копия космического корабля. Единственное видимое отличие в отсутствии невесомости. Предпочтение кислороду под высоким давлением. Сейчас пациент барокамеры спит. А в это время через дыхательные пути в его легкие поступает огромное количество кислорода. Этот кислород распределяется по всему организму и активизируется в тех местах, где находится очаг воспаления обменных процессов. И, собственно, он начинает свою работу. Ну что я вам могу сказать? Ощущения абсолютно нормальные. Если вы не страдаете боязнью закрытых и замкнутых пространств, тогда вам, ну, запросто можно укладываться вот в такую замечательную камеру. Ну, изнутри она напоминает бочку, а это как в самолете. Иллюминаторы. Лечение с использованием кислорода в России занимаются недавно, около 40 лет. А первые опыты барокамер относятся аж к 17 веку. Этот метод полезен и здоровым людям, так как недостаток кислорода в клетках человеческого организма является причиной появления заболевания. Человек привык к газовой среде, в состав которой входит всего 23 объемных процента кислорода. А в барокамере у нас частота кислорода доходит до 99,7%. Чаще всего барокамеру рекомендуют не как профилактику, а как лечение. Запускаются такие процессы, которые, казалось бы, уже безвозвратно утеряны организмом. Обогащенная кислородом кровь уже после первой процедуры заставляет ваше сердце биться гораздо энергичнее. Волейбол мы чаще всего воспринимаем по телевизору и только как профессиональный спорт. Но на самом деле это хорошая тренировка для всех мышц организма. Надо именно хорошо размяться, чтобы избежать во время игры травм. Это надо потянуться, размять все мышцы, побегать, надо на турничке повисеть, чуть поотжиматься, покрутить там ключевым суставом, поясницей, шеей. Ну вот как размялся, значит будет меньше травм. Надо прыгать, надо бегать и работать мышцами рук и плеча. И если вам лень бежать кроссу или ходить в тренажерный зал, самая хорошая альтернатива именно эта игра. Неважно, профессионально вы занимаетесь волейболом или нет, главное, что во время игры у вас работают все мышцы. Отличная профилактика болезней позвоночника, плоскостопия и лишнего веса. К тому же это, пожалуй, один из немногих видов спорта, когда можно поднять себе настроение. С камнейки запасных мне сидеть нравится гораздо больше, чем играть. В народной медицине ягоды клюквы используют для лечения артериального давления. Сок ягод полезен при лихорадке, а также при пониженной кислотности желудочного сока. Испокон веков эта ягода считалась молодильной и особенно полезной для женщин. Клюква обладает тонизирующим и освежающим эффектом, повышает умственные и физические способности. Именно поэтому клюкву рекомендуют регулярно есть жителям регионов с неблагоприятным климатом, а также тяжелыми экологическими условиями. Совсем скоро Остапа Бендера стоит в одиночестве продавать свои билетики, и курортники отправятся на ужин как раз в самое время. Вы смотрели программу «Мастерская здоровья». Сегодня о самом важном рассказывала вам я, Валерия Поддаева. Увидели вы все благодаря Сергею Зинченко. Берегите себя. Пока.